тут такое дело 21 22 декабря то есть завтра и послезавтра портальное сон состоянии что опять опять открывается портал . где меняются сценарии и судьбы энергетический пик 2023 года знаменующий собой выход из кармических циклов и старых сценариев те кто делает правильный выбор освобождаются от уроков борьбы и сложности это время новых энергий новых возможностей и новых ответвлений реальности и все это создаете вы от вас зависит каким 2024 год станет лично для вас прямо сейчас вы творите свою судьбу наверняка вы много раз слышали что внутри то есть наружу в 2024 году вы увидите воочию что это значит что у вас внутри любовь или злость доверие или страх а сегодня 20 декабря день накануне портального перехода финального 2023 году процессы которые мы наблюдаем не имеют аналогов в истории но вот опять ты не так давно читал уже все что вы прошли и проходите сейчас призвано подготовить вас к разворачивающимся событиям процессы которые мы наблюдаем не имеют аналогов истории вот и вчера 19 декабря я написал сразу две песни два текста гениальных песен вот прям без лишней скромности заявляем об этом и вчера я узнал вчера какой был день поймем вот этих всех портальных переходов ну точнее портальный переход это завтра будет но вот это смешно да это это смешно капец меня это самого до сих пор забавляет хотя это нифига не смешно это блин вообще не смешно это это просто портал в который кто-то заходит а кто-то хохочет и проходит мимо а кто-то хохочет и входит в него и так даже лучше вот например как я ну так вот вчера 19 декабря оказывается вчера был день сейчас я скажу как правильно мне прислали просто это это я не это не я сам узнал это мне прислали день святителя николая чудотворца того самого николая часовня в честь которого стоит прямо в центре новосибирска прямо в географическом центре российской империи мимо который но не мимо который рядом с которой я пять лет ходил и вот и магнитик с иконкой которого висит у меня на холодильнике сейчас тот самый николай чудотворец был вчера вот он мне помог начудить два текста песен я хотел сказать еще поза поза вчера за день до 18 декабря я посмотрел фильм области тьмы вообще прям огненный фильм прямо рекомендуем я скачал на не за год назад или когда она давно его скачал муж полгода назад я вообще редко смотрю фильмы за год я смотрю 10 может быть 20 фильмов не больше двадцати это точно скорее сюда же 10 где-то ну может даже меньше десяти может пять фильмов не знаю ну короче редко смотрю фильмы и вот области тьмы это прям фильм близкий к идеального до меня такой прям с элементами ну короче крутой фильм области тьмы 2011 год посмотрите рекомендую не пожалеете и там главный герой принимает волшебную таблетку называется nzt 48 фильме и когда она принимает активируются рецепторы в мозгу и обостряется все чувства все органы чувств и на появляется ясность такая ума и вот я когда смотрел этот момент когда впервые закидывается этим колесом и как у него все это обостряется как это в фильме показано и вот у меня в этот момент это еще позавчера такое же легкое обострение не как фильме естественно гиперболизированном гораздо меньше и форме но тем не менее вот это именно то же самое состояние потока над которым тоже все хихикают это вот оно и есть состояние потока когда просто обостряются все органы чувства и приходится какая-то приходит какая-то ясность ума и ты как будто бы ты и как будто бы это не ты как будто бы ты что-то делаешь а как будто проходит какое-то время и как будто бы это не ты это сделал и вот строчка из этого фильма она в одну песню попала как таблетка верно на вот посмотрите фильм чтобы понять строчку из песни которая публику 26 декабря и поток попасть в это состояние потока нужно верить любить благодарить отпускать и читать и вот я в этом состоянии потока пока не могу находиться постоянно или даже какой-то более-менее продолжительное время как только ох что произойдет когда я окажусь рядом с ней даже если это окажется не она потому что не так давно мне приснился сон поза поза вчера я в контакте у себя писал как только я прям постарался максимально и отпустить то есть ну раз в десять наверно как минимум меньше начать думать о ней и под утро но сибирский магнитной буря и мне снится сон и мне снится уже не она кто-то другой и опять же может быть это всего лишь сон потому что мне ведь снилась она ее мама мне снилась и что я не видел не и не мам пока что мне снилась елена блиновская которые люблю лена я тебя люблю ты в курсе и или на приноска тоже пока не видел мало ли что кому присниться но тем не менее это как одна из вероятности реальности в которой я могу попасть без нее с кем-то другой другим другой которая в этой тьме в которой я нахожусь выведет меня из нее потому что она сидит себе высоко там где светло и смотрит как это в этой тьме я ползаю и и даже не обязательно спускаться ко мне можно просто сверху посветить но нет она просто наблюдает а выйду я из нее или нет из этой тьмы а сайду я с креста или нет интересно но если сойду тогда мы с тобой поговорим и я уже прощаю ее то есть не то что в будущем я прощу за этого я уже сейчас автоматически прощая потому что ну да так будто на то я обращаюсь ко всем то вдруг резко кому-то одному обращаясь просто ты даже не понимаешь что такое настоящий лев что такое настоящее сердце льва там вообще нет места обиде какой-то какой-то злости какой-то ненависти какой-то мелочности настоящий лев это вообще просто ну если бы тебе спутя был такое такое ты бы имел об этом представлении но ты даже не представляешься что такое сердце льва насколько это вообще вещь грандиозная что-то теряешь и тут на 5 эти портальные переходы ну короче еще хотел сказать напоследок что почему 26 декабря почему 26 декабря ну то есть 26 декабря что будет я опубликую видео для илна маска на песню для илна маска возможно это будет просто видео в котором будут только я один но возможно это пока что сильно под вопросом это будет очень креативное видео но но навряд ли не факт вообще возможно это будет только видео со мной но даже если это видео елена блиновская ее домработница точнее отправит маме илона маска этого может быть достаточно вполне это только один из вариантов еще два варианта две песни про двух джентльменов и еще и обращение к ним потом то есть я 26 декабря опубликую 4 видео и даже если я их просто опубликую даже если ну и сми об этом навряд ли напишет об этой акции отправлю двум своим знакомым журналистам но я прям сомневаюсь что они напишут но один может написать окей но даже если никто не напишет даже если никто ничего никому не отправит даже если никто не захочет мне помочь все будут смотреть и же разные люди которые смотрят сейчас это видео которые вообще там прям тех местах прибывают где очень светло даже если люди эти которые в свете этом прибывают все равно не захотят мне помочь выйти из той кромешной тьмы в которой нахожусь даже если я просто эти четыре видео опубликую они все равно могут даже на моем канале на котором 100 просмотров видео набирают они все равно могут прям выстрелить и быстро причем за день-два ну либо в течение какого-то времени но у каждого из этих событий будет еще как бы ответвление которые много ну как разные варианты как они могут взять того же илона маска и лена брюновская может отправить маме илона маска этот чувак который мне контакт или с телефона показывал мне же есть его контакт он мне не отвечает на хотя бы читать мое сообщение я ему отправлю естественно свое сообщение когда выпущу плюс еще пару вариантов это илон маск потом два вот этих джентльмен еще один джентльмен вот прям сейчас люди которые смотрят у них есть контакт этого джентльмена среди нескольких людей 2 джентльмена я не знаю есть или нет но как бы у меня у самого есть контакт человека который знает его ну опять же не факт то есть я не знаю этого человека у меня просто есть его контакты мы могу мы просто ему написать и возможно он прочитает мое сообщение возможно даже не прочитает короче несколько есть вариантов но почему 26 декабря почему именно 26 декабря потому что 26 декабря мне исполняется 13 тысяч шестьсот шестьдесят девять дней 3669 то есть 369 369 все ну как бы тут последний как искать кусочек пазла чтобы картина сошлась этот ну на самом деле я хотел эту акцию не акция делать конце года и тут меня осенило в какой именно декабря делать это чтобы какой-то какое-то количество дней оставалось до нового года и я понимаю надо посчитать мой юбилей днях ну не юбилея количество дней моих днях я считаю что о 26 декабря мне 13 1669 не 369 вожественные числа все сходится и плюс еще гороскоп львов где там сейчас я найду тут у меня было то недалеко 27 декабря полнолуние в двенадцатом доме процесс это дом завершения процессов вот как раз завершается процесс наконец-то становление меня известным на весь мир артистом ну и там еще по моему не может проигрываться через возможность и провести время в диалоге с собой медитации желание пройти энергетические практики и 31 декабря великолепный юпитер замечательный чудесный юпитер прекращает ретроградное движение в вашем десятом доме это означает что энергия удачи и исполнение желаний будет направлена в сферу ответственную за ваш статус социуме карьеру достижения поэтому ждите приятных новостей и прорывов после нового года и может быть даже не придется ждать нового года может быть это произойдет все в конце этого года вот так вот портальное само состояние завтра послезавтра . где меняются сценарий судьбы пока